МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект Аула Манате направлен на повышение доходов сельских жителей. Она также включает механизмы товарного кредитования. Программа предоставляет возможность открыть собственное дело благодаря льготному займу под 2,5%. На сегодняшний день проект совершенствуется и работает над обеспечением устойчивости бизнеса путем налаживания каналов сбыта продукции. И несмотря на то, что большая доля бюджета ушла на восстановление последствий паводков, в этом году на программу Аула Манате было выделено 14 миллиардов тенге. Мы ведём переговоры с крупными заводами на территории регионов. Пусть они помогут местным предпринимателям, приобретут их продукцию. Паточные заводы пусть закупают у фермеров ягоды и фрукты, а молочные – молоко и так далее. Каждый большой завод пусть помогает жителям своего района. Вице-премьер также провела встречи с жителями сёл Аксингер, Панфилова, Аркабай и Хайнар. В рамках рабочей поездки было организовано совещание по реализации проекта Аула Манате в регионе. В нём приняли участие акимы районов и сёл, а также руководители ответственных управлений. Заместитель министра сельского хозяйства Баглан Бекбаов сообщил, что выделенные в прошлом году более 8 миллиардов тенге были полностью освоены. А избранным направлением большинства заёмщиков стало животноводство. В этом году предполагается приоритетность других отраслей, а также внедрение информационной системы для автоматизации подачи заявок, что устранит необходимость посещения областного центра жителями отдалённых сёл. Государством реализуется ряд программ, направленных на поддержку граждан. Если мы хотим улучшить положение жителей на селе, то наряду с проектом Аула Маната необходимо совместно использовать такие меры поддержки, как гранты и льготные кредиты для молодёжи. Ауель БСГ – субсидируемые рабочие места. При этом необходима системная и слаженная работа Акимата области заинтересованных центральных государственных органов. Заместитель премьер-министра встретилась и с населением ряда районов Алматинской области. Как оказалось, заработок около 46% жителей Алматинской области в сравнении с показателем прожиточного минимума составляют меньшую сумму. По данным исследований Министерства в Жамбылском районе, таких жителей и вовсе 50% от общего числа населения. У нас есть многодетные матери, есть люди с особенностями в развитии. Мы не можем предложить им работу, где требуется физический труд. Их не возьмут на работу. Не то что их, молодёжь не берут без опыта. А потому всем им в виде помощи мы можем предложить социальные места работы, где целый год государство будет их обеспечивать заработной платы в размере 100 МРП. Это более 114 тысяч тенге. А работодатель, в свою очередь, тоже будет платить им небольшую зарплату. Таким образом, эти люди смогут обеспечить себе ежемесячный заработок в сумме примерно 150-160 тысяч тенге. Но это только на год. После работодатель должен будет выплачивать полную заработную плату. За этот период эти люди могут наработать стаж и обрести необходимые навыки. Во время рабочей поездки в Алматинскую область заместитель премьер-министра страны Тамаре Дюсеновой продемонстрировали ход реализации программы Ола Манате. Одним из якорных проектов в Толгарском районе является тепличный комплекс ТО «Гринека», где 10 человек получили кредиты по программе Ола Манате. Им оказывается поддержка, введение растеневодства, обучение крестьян, предоставление семян, помощь в выборе теплиц и реализации продукции. Комплекс производит 60 тонн 30 видов овощей в месяц. В будущем планируется расширение территории для увеличения объема урожая до 100 тонн. Меня зовут Роман. Теплицу нашу вы видите. У нас работает, кстати, много очень из Парфилова непосредственно людей. И мы заинтересованы в сельковской операции. И мы сейчас уже практически второй год в дефиците, потому что недостаточно нам продукции. И нам было бы очень интересно поработать вместе с небольшими теплицами, если кто-то заинтересован. Мы научим, мы готовы научить, мы готовы агрономическую поддержку. Ну а самое главное обеспечить, если нужно в постройке, в проектировании ее, это мы все поможем. И более того, мы готовы заключать офтей контракты, то есть гарантированно забирать вашу продукцию. Якорные производства в регионе способствуют эффективной реализации программы, направленной на повышение доходов сельского населения. Тамара Дюсенова подчеркнула важность использования механизмов рационального планирования местными акиматами. Ведь в совокупности эти меры помогут местному населению в обретении постоянного дохода, а значит устойчивой финансовой стабильности. В Доме культуры города Конаев прошла встреча общества немцев в городе Алматы и Алматинской области. Проект «Выездной десант» предусматривает подобные встречи для объединения и общения между собой представителей немецкого народа. На встречи побывала и наша съемочная группа. Все подробности в следующем сюжете. Члены этнокультурного центра возрождения города Алматы являются основателями и членами Республиканского общественного объединения немцев. Организация существует с 2008 года. Вначале в общественном объединении было не более 300 человек. Сейчас в культурно-этническом обществе немцев возрождения порядка 2000 членов. В рамках их проекта «Выездной десант» члены культурно-этнического общества периодически выезжают в регионы и проводят подобные встречи. В этот раз организовать мероприятие им помогла Ассамблея народа Казахстана Алматинской области. Для начала мы, конечно, всех поддержали. Они письмом обратились к нам о предоставленном месте. Мы им место предоставили. У них было очень организовано, действительно. Немецкий центр делает большую работу. Очень большую работу делается на территории Республики Казахстан. Это является большим ментинусом на сегодняшний день. Мы не можем их не поддержать. Мы обязаны их поддержать. Почему? Потому что это наши граждане. Это народ Казахстана. Ассамблея народов Казахстана всегда в полном объеме поддерживает все этнокультурные объединения, которые существуют на территории Республики Казахстан. В полном объеме. Это наша работа. Мы всегда будем их поддерживать. Во время встречи организаторы рассказали местным представителям немецкого этноса немного истории. Познакомились с деятельностью культурно-этнического общества «Возрождение». Как оказалось, ЭКЦ имеет проекты почти в каждой сфере. Будь то образование, туризм, социальная работа, культура и другие. В этот раз члены этнокультурного центра провели с присутствующими мастер-класс по знакомству с немецким народным танцем. Моими помощниками в прошлом году был заявлен вот этот проект «Выездной десант». То есть наша задача была приехать в областные центры, познакомиться поближе со своими людьми и познакомить население этих центров с деятельностью не только нашего общества, но еще и с историей немцев, с культурой немцев немножечко коснуться. Отметим, что ранее члены культурно-этнического общества немцев посетили села Узнагашка-Скеллен. Кунаев уже третья локация. И поскольку общественное объединение поддерживает германское государство, они продолжат свою деятельность и впредь. Айслужа Андосова, Бекжан Кинживай, телеканал ЖТСУ, Кунаев. Развивается проект «Цифровая копия Алматинской области». В рамках карты связи на сегодняшний день из более чем 370 населенных пунктов региона 283 охвачены интернетом 4G. Об этом эксперты отрасли рассказали на встрече с представителями СМИ. В настоящее время ведутся работы по установке базовых станций в 7 тысячах сел. Кроме того, чтобы обеспечить население интернет-связью 5G нового поколения, в городе Кунаев построили 10 станций. В населенных пунктах вблизи города Алматы 9 станций. До конца следующего года планируется увеличить их количество. Мы установили базовые станции для обеспечения интернета 5G до 2025 года. Мы количество этих станций хотим довести до 64. Вместе с тем, у нас ведутся работы по обеспечению интернетом республиканской трассы в Алматинской области, чтобы у водителей и пассажиров во время поездок был доступ в интернет. В следующем году для достижения этих целей вдоль трасс будет установлено 17 антенно-мачтовых сооружений. Неароматное соседство. 120 тысяч жителей Алматинской области вынуждены задыхаться от невыносимого зловония. Причиной создавшейся ситуации стали канализационные отходы города Алматы, которые сбрасываются на территорию Ильийского района. Причем мириться с неудобствами жителей этого региона приходится уже несколько лет. Существует ли решение этого вопроса и как долго людям придется терпеть неудобства коммунального характера? В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Многим казахстанцам экологическая ситуация в городе Алматы давно известна. Теперь же к этому списку рискует присоединиться и Алматинская область. Причина в том, что сточные воды из южного мегаполиса разрушают окружающую среду соседствующего региона. Кроме того, на территорию Ильийского района сбрасываются канализационные отходы Толгарского и Карасайского районов. В результате страдают жители порядка 10 населенных пунктов Ильийского района. В то время, когда строились очистные сооружения, в городе Алматы проживало всего 600 тысяч человек. Сейчас численность в нем составляет почти 2,5 миллиона жителей. Вы только представьте, какая это нагрузка на канализационные сети. Что касается запаха, нет такого, чтобы пахло круглосуточно. Обычно он появляется по вечерам. Это называется бриз. Тем более он перемещается. Вот тогда и появляется этот запах. Я переехал сюда 3,5 года. Из-за сильного и неприятного запаха наша жизнь превратилась в мучение. Ни днем, ни ночью невозможно находиться дома. К тому же в этом году из-за запаха у меня появился кашель. Вот уже 3-4 месяца я болею. Ничто не помогает. Я живу в отдалении от отстойников, но и у нас чувствуется эта вонь. Я даже представить не могу, что тогда творится в тех селах, что находятся рядом с отстойниками. Многолетние страдания людей не остались незамеченными. На обращения граждан отреагировали представители министерства, местного исполнительного органа, а также депутаты. По заверениям граждан, многие из них уже болеют различными недугами, причиной возникновения которых стало невыносимое зловоние от отстойников. Выслушав доводы жителей района, их обращение прокомментировал непосредственно представитель коммунального учреждения Аматы-Су. Сейчас над этим вопросом работаем. Неоднократно были обсуждения в присутствии населения, различного уровня руководителей. И ищем решение. До этого времени всё решалось. Мы на месте не стоим. Выполняем предохранные мероприятия. Желая ускорить решение, набившее оскомину проблемы, жители района направили в Департамент эпидемиологического контроля четыре заявления, в рамках которых сотрудниками ведомства были проведены необходимые проверки, а по итогам выявлен ряд нарушений закона. В целом в Ильейском районе насчитывается около 120 коммунальных отстойников. Они занимают площадь в 123 тысячи гектаров. Собранные канализационные стоки могут находиться в специальных резервуарах в открытом состоянии до трёх лет. Последние три года в адрес территориального департамента санэпидконтроля поступило шесть обращений от граждан, которые проживают в этих населённых пунктах. Согласно этим обращениям, наш департамент санитарно-эпидемиологического контроля с участием филиала Национального центра экспертизы провели санитарно-эпидемиологический мониторинг атмосферного воздуха. По результатам исследований было проведено более 4 тысяч исследований. По результатам исследований в 4% провок выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных химических веществ. Это аммиак, сероводород и оксид азота. В этой связи департаментам были направлены соответствующие письма для принятия системных мер местных исполнительных органов Акиматы в экологию и в остальные уполномоченные инстанции. На сегодня мы видим ситуацию, что Алматы-СУ разработала новую технологическую линейку, где предусмотрена модернизация технологического процесса, которая направлена на снижение вредного воздействия на здоровье проживающего населения вредных веществ. Лишённые доступа к свежему воздуху, жители Ильийского района несколько лет страдают от зловонного запаха, в особенности тех сёл, что соседствуют с канализационными отстойниками. По заверениям народных избранников, острый для населения вопрос взят на особый контроль депутатов. «Я считаю, что решение данного вопроса зависит от вмешательства не одного, а нескольких министерств, так как сточные воды поступают из города Алматы. На встречу также прибыли и представители городских властей. Надеюсь, что сообща мы найдём правильное решение. Ведь для 120 тысяч человек это настоящее мучение. Мы должны помочь людям». По мнению участников встречи, единственный способ окончательно решить данную проблему поможет модернизация канализационных сетей и строительство нового очистного сооружения. Однако, как скоро предложенный план воплотиться в реальность, этот вопрос остаётся открытым. Для усиления борьбы с чёрным рынком воды при Министерстве водных ресурсов и эрегации Республики Казахстан создано новое ведомство – комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных её учёта, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны. Борьбу с незаконным использованием воды министерство берёт под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов государства. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательстве это должно значительно усилить борьбу с чёрным рынком воды, сообщил министр водных ресурсов и эрегации Нуржан Нуржигитов. В Казахстане стали известны результаты ипотечной программы «Наурос». Также по стране на трёх маршрутах начали курсировать так называемые женские вагоны, а аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушение на более чем 3 миллиарда тенге. Эти и другие новости в материале нашего корреспондента. Отпасбанк опубликовал список участников ипотечной программы «Наурос», которые смогут получать кредит на покупку жилья по льготной ставке. Ими стали 12,5 тысяч казахстанцев. Всего на программу было подано более 38 тысяч заявок. Почти каждая третья из них в итоге прошла отбор и попала в окончательный список участников. Из 12 тысяч победителей программы более 7 тысяч – это семейные пары. 9 тысяч воспитывают несовершеннолетних детей. Также отметим, что около 47% участников – очередники на жильё, половина из которых принадлежит социально уязвимой категории населения. Большую часть вошедших в список составляют мужчины. Самый молодой участник – 18-летний студент из Шимкента. Со сбережениями на депозите в Отпасбанке и первоначальным взносом ему помогли родители. Юноша планирует купить квартиру в Алматы. Национальный перевозчик запустил женские вагоны ещё на трёх популярных маршрутах Астана-Семея, Ахтубе-Алматы, Алматы-Шимкент. Женские вагоны были внедрены в 2021 году с целью повышения комфорта и безопасности женщин во время путешествия. Стоимость билетов на поездку в таких вагонах не отличается от обычной, что делает услугу, доступной для всех. Однако в женские вагоны билеты продаются исключительно женщинам. С ними могут путешествовать мальчики в возрасте до 7 лет. Проводниками в таких вагонах работают только женщины. С момента запуска услуги билеты в женские вагоны приобрели порядка 342 тысяч женщин, что подтверждает их популярность и востребованность. Аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на более чем 3 миллиарда тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование. Как сообщается на официальном сайте Высшей аудиторской палаты, председатель ведомства Алихан Смаилов провел заседание по итогам проверки эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в части обеспечения граждан лекарствами и медизделиями. Анализ реализации программных документов в области здравоохранения свидетельствует об отсутствии комплексного подхода по развитию фармацевтической отрасли. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким – менее 20%. По итогам продаж прошлого года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. О слеянии двух галактик, зафиксированных космическим телескопом НАСА, о пропаже четырех человек в результате разрушительного села в Кыргызстане, а также о создании огромной бамперной машинки для езды по городу в Пансильвании в сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. По данным ответственного ведомства Кыргызстана, из-за обильных дождей селевой поток сошёл в селе Тулайкон и в центре отдыха Бурабай-Ата в селе Узгур. На место привлечены 46 спасателей, эвакуировано 420 человек. Из-за проливных дождей река Акбуура вышла из берегов и затопила улицы города, в том числе рынок, расположенный на улице Зайнабединова. На видео, выложенных очевидцами в социальной сети, видно, что на центральном рынке товары и продукты питания остались в воде. Потоки унесли несколько автомашин. Людям пришлось спускаться по склону, чтобы добраться до безопасного места. Местным управлением МЧС и службам гражданской защиты объявлен сигнал тревога. Слияние двух галактик зафиксировал космический телескоп Джеймс Уэбб НАСА. Галактики Пингвин и Яйцо в совокупности известны как ERP-142. Наблюдения космического телескопа Уэбба ясно показывают, что они соединены дымкой, представлены синим цветом. Эта дымка – смесь звёзд и газа. По данным космического агентства, их постоянное взаимодействие было запущено между 25 и 75 миллионами лет назад. Они сольются в одну галактику через сотни миллионов лет. ERP-142 находится в 326 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гидра. Дэн Хрикарков – владелец механического цеха на пенсии, которому нужен был проект, чтобы занять себя в разгар пандемии COVID-19. Поэтому он использовал свой опыт, чтобы построить что-то по-настоящему креативное – гигантский бамперный автомобиль. При этом он абсолютно легален для дорог общего пользования. Рулится как настоящий бамперный автомобиль, поскольку технически зарегистрирован как трёхколёсный мотоцикл. Chevrolet 2007 года пожертвовал свой передний зажим, включая полуторалитровый четырёхцилиндровый двигатель и автоматическую коробку передач. Мотоциклетная вилка с одним колесом соединена с большим рулевым колесом. Но оно касается земли почти посередине автомобиля, а не спереди. В результате машина поворачивается так же, как настоящий бамперный автомобиль, почти вращаясь на месте. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. Воля к победе. В городе Кунаев впервые состоялся открытый турнир по кикбуксингу, посвященный памяти выдающегося общественного деятеля Дынмухамеда Кунаева. В соревновании приняли участие около 150 спортсменов из различных регионов страны. Подробнее далее в материалах сюжета. В Алматинской области прошло уникальное мероприятие, привлекшее внимание лучших спортсменов Казахстана, включая чемпионов мира и Азии по кикбоксингу. Участники соревнования представляли разные регионы страны. Особенно среди них выделялась 14-летняя Айела Санатказа, достойно выступившая в женской категории. Это мероприятие дало возможность атлетам показать свой талант и отлично провести время в спортивном соревновании на высоком уровне. Я занимаюсь кикбоксингом уже более полутора лет и с большой любовью отношусь к этому виду спорта. В нашей области кикбоксинг появился недавно. Я надеюсь достичь значительных результатов. В 2024 году я заняла второе место на чемпионате Казахстана, а в 2023 году также заняла второе место на турнире в Кыргызстане. Прошло уже более двух лет с момента открытия секции по кикбоксингу в Алма-Атинской области. За это время спортсмены региона проявляли себя активным участием как в республиканских, так и в международных соревнованиях. Они представляли Казахстан на турнирах в различных странах, таких как Кыргызстан, Турция, Португалия и Венгрия, демонстрируя высокий уровень подготовки и спортивного мастерства. На сегодняшнем мероприятии у нас участвует более семи команд, 150 участников с разных уголков Казахстана. Приехали также гости с Жамбулской области, с Фордай. Развиваем в детях силу и популяризируем тем, что наши спортсмены за этот год поднимали уже немалое количество раз наш флаг на мировых аренах. Открытый турнир завершится уже завтра, 16 июля. По традиции все победители будут награждены специальными кубками и ценными призами. Важно отметить, что лучшим спортсменам представится возможность защищать честь нашей страны на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в августе в Узбекистане, что станет еще одним значимым этапом в их спортивной карьере. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале Житсу и будьте в курсе событий. До свидания.